Доброе утро, брат! Доброе утро! Мы утренний ролик записывали, сейчас, минуточку, подождите-ка я здесь посмотрю тут, что-то у меня. Вот это, которое, фонарик поставлю. Ну, записывали. Ничего, я вам помешал? Нет, нет, закончили. Дело в общем, с сегодняшнего дня. Мы начинаем записывать, озвучивать вопросы-ответы, которые у меня на сайте стоят, которые, вы знаете, там, 55 папок. Так что тема будет очень большая. 4124 вопроса. Маленькие потом соединят будут модераторы, остальные будут большие. Просят. Считать не считают, говорят, а смотреть смотрят люди. Ну, правильно. Ну, не знаю, одолеем нет, очень тяжело. Игорь Михайлович, я ненадолго. Да. Мне просто... Ну, есть три вопроса таких вот, которые не терпят просто. Как бы для себя я знаю ответы, да. Но мне нужно дать их, в общем, грамотно. Ну, задействовать подальше, чтобы вертикально. Так, я никогда не спрашиваю, разговаривал с вами, что мы все выставляем в интернет, потому что мы настолько близкие, что мне это время тратить на это не надо. Вы записывайте, пользуйтесь, как хотите. То, что я ставлю, из них можете брать все, что хотите. Это все принадлежит вам. Вот. Значит, вопрос такой первый, да. Ну, это... Вам-то это не впервые слышат, потому что вот в беседах с сектантами, да, ну, с прочими там ответвлениями возникает один и тот же, как бы, момент. Ну, это такой камень преткновения. В общем, зачитаю 1 Петра 2, 5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вот. И дальше что? 1 Петра 5, 2, 9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святое, люди взятые в удел. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Вот, как вы видите, всегда возникает такой момент в беседах у вас с теми же баптистами, да. Вот они, как бы, притыкаются на этом, они не понимают, почему должно быть вот именно цепочка рукоположения, почему мы не можем рукоположать, когда Христос повелевает напрямую вот в этих стихах нам делать это. «Очень даже просто. Что такое секта? Это узость взгляда на истину. Он, может быть, в православии самый заядлый сектант. Вот эти миссионеры, так называемые, это самые лютые сектанты. Оно узко смотрит и дальше ничего у него не видит. Каждого надо задолбить, как Дворкин. Вот образец. Теперь сектанты смотрят и считают, да, царственное священство. Согласны. Но это общее название. Мы открываем Святую Библию. Книга Исход, 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня священством, царством священников и народом святым». Запятая, точка запятой. Вот слова, которые ты скажешься нам, Израилевым. И все знали, весь народ царством священников назван. Ну, а кроме того, левейно было колено. И никого это не смущало. Вот мы считаем Откровение, 1 глава, 6 стих. Я могу просто, чтобы не было так. Вот. 1 глава, 6 стих. «И соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава, держава, веки веков, аминь». Он соделал нас, верующих, царями. И что, царя не надо? И царя Николая не было? Ну, нельзя так узко смотреть. А одно дело, царство и священство, весь народ назван, как приносящие духовные жертвы, и другое, которые приносили материальные жертвы. И если кто отдельно принесет, да будет предан смерти. И как в ливийном колене посвящали, какой состав, какие травы, написано, и кто сделает подобное, да будет предан смерти. Так мы же все священники. Вот стойте и молитесь, больше вопросов не задавайте. Или, допустим, мы считаем в Откровении 5 глава, 10 стих. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Вот в ответ я показал три места, которые брать из Ветхого Завета и показать и здесь, и в Новом Завете. Зачем же Господь избирал их 12-то? Идите и делайте, нет, 12 избранных. А если еще один? Один отпал, так и случилось. Это доказательство того, что не все здесь константно. Ну, а дальше что избрать? А как? Изведанных. Чтобы он писал не с чужого голоса, который от начала был с нами ходил, и таких-то было немного. А почему Марка не поставили? Да его еще разденут там, одетый простыню побежал. А почему не? Мы можем перечислять, почему. Но ни Лука, ни Ковая. Они позже пришли, другие исследовали, не жили рядом. Кто от начала, и теперь изведанная силой Духа Святого. Непрерывно везде о Духе Святом говорится. И вот теперь этим сектантам и ответить. Мы поступаем точно, не самоизмышленно, по Святому Духу. Все писание было вдохновенно. И теперь, и в Новом Завете, в Новом Завете, сейчас я покажу, как... Минутку. Вот мы и считаем. Слово Божие говорит так. С переменой священства должно быть перемене закона. Где это написано? 7-12 евреям. Перемена священства, но не отмена. Вот еще один стих, который нужно им показать. А они не примут? Ну, не примут, это другой вопрос. Мы не можем там ничего. И дальше, тут же мы находим послание к евреям. 7 глава, 6 стих. Так, 7 стих. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Так, кто благословлял Мартина Лютера? На это дело никого. Самозванец. Стопроцентный самозванец. А он был епископом. Не был он епископом ни одного дня. Предписывают ему священство. Это все под вопрос. Он был монах. Простой, ученый, грамотный монах. И поэтому ниоткуда не идет. И когда мы об этом беседовали раньше, вот Симонс Меннон, да, это был священник католический. Но он умер. Без всякого прикословия. Он никого не мог руку полагать. Священник и епископ ничем не разница. У них одинаковая власть. Кроме одного пункта. Епископ это матка вулии, которая может расплод делать. Человек этого не может делать. И священник никого руку положить не может. А они руку полагают. Я говорю, а где вы взяли руку полагающее-то? Но у нас старшие братья, епископы. Откуда взяли? А зачем нам это знать? То есть ложь. Вот когда ходит в интернете кто-то, ники разные, называется как-то. Я понимаю, там скрыто темное что-то. Темное и нехорошее. Почему открыто нельзя сказать? Почему апостол Павел все подписал послание, кроме к евреям? Грозила смертная казнь от евреев. Только вот как считать. А остальные все подписались как есть. Поэтому с ними надо разговаривать только на основании Писания. Никакие каноны они не признают. Но это, что я сказал, вполне достаточно. Должны быть рукоположенные. И сами должны эту власть иметь от апостолов. 2.47 деяния апостолов. Ежедневно Господь прилагал спасаемых в церкви. Зачем прилагать, когда можно вне церкви? И когда они пришли, 8 глава, о сошествии Духа через руки апостолов. Деяния апостолов. Сектанты тут полное молчание. Это как у евреев. 53 глава Исаии. Беседуешь. Вот мы пришли к ним. Начинаем говорить, беседовать. В синагогу их. Не будем об этом говорить. То есть это болезненная точка. Для сектантов болезненное то, что если они поняли, что рукоположение нужно, то они никто, самозванцы. Учить их дофан, оберона и Корея. Я их спрашиваю. Скажите, вы верите, что 16 глава чисел, это дофан, оберона и Корея, это уже расширено, говорю? Ну да. Но еще была такая казнь во вселенной. Живем в ад. Вместе с шатрами, с жен и дети не было. А хана сына Зары побили камнями. Со всеми ребятишками их. Седьмая глава книга Иисуса Новина. Да, такое было. А чтоб живьем в ад не было. За что? Я в университете, когда вел занятие, вот так доску расчерчиваю. А тут юристы сидят, разные студенты разных факультетов. Я говорю, скажите, вот я буду говорить наказание. Преступление и наказание. Книга Достоевского. Я не буду говорить преступление. А вы называете наказание 10 суток. Ну, помощился на вокзале где-то или заматерился. Даже год. И они точно называют статью. Я говорю, смертная казнь. Ну, тогда было много. У Китая 50 пунктов, за которые смертная казнь. У Израиля, кажется, 150 было. Я говорю, живьем в ад. Так такого нету. Значит, нету. А оно было. Апостол Павел говорит, 10 глава 1-го послания Коринфициям, 6-11 стих. Это были образы для нас. Это не просто событие историческое. Образы. Теперь покажите, как эти образы отображались. А что они сделали? Решили отделиться от церкви. Сами себя провозгласить епископами. Грех настолько страшен, что больше такого не встречалось. Ну, а почему сейчас так нету? Ну, почему? Многие обращаются назад, но сталиными столбами не делаются. Многие берут запретный плод, но рай не теряют, потому что его не было для них. То есть, один раз, и это навсегда. Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Так и здесь. Если так получилось, ну, церковь отступила. Отступила, то есть, она наклонилась, да? А вы знаете, когда Оза попытался подправить кощек, что Бог сделал? Убил. А за что? Сектантам нужно знать конкретные тут 5 вопросов. За что он его убил? Он делал по повелению царя. Он заботился, чтобы не упал. А почему с человеческими силами не выправляется? А сектанты пытаются это сделать. А мы сейчас изберем хороших, таких добрых, и они сделают. Ничего не сделают. Они будут делиться и делиться. Ну, а говорят, теперь возьмите. Царь Оза взял кадильницу, когда укрепилось царство, и зашел покодить. А священники его удерживали. Не заходи, это не царское дело. Ну, вы же все священники. Нельзя этого делать. Это священники могут быть. И вдруг проказа. Он разгревался, и пятнами пошло лицо. И покрыло проказа. И он это почувствовал. И кадильницу это, наверное, бросил. Народ должен был выгнать его. Но ему сделали дом отдельный, написано. Это толкует Иоанн Златоус. Шестая глава книга пороха Исаия. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком, превознесенном, края рис, наполняли храм. А что это? Иоанн Златоус 6 проповедей говорит на это. Потому что в год смерти царя Озии снялось проклятие со страны. Поступили один, прокаженный живет, и видения не было даже у пророка Исаии. В год смерти я видел Господа. Вот как надо понимать. И поэтому, если вот эти берутся не свое дело, у них ни видения, ничего нет. Видения, писания, самое главное, не знают они, сектанты. Они прокаженные в этом плане. Прокаженные. Взяли кадильницу кадить. Они никто. Можно вот этому сделать эпиграф такой вот, что каждый, кто называет себя церковью, но не является таковое. Есть вот как раз те люди, подобные Идафану, Аверону, Кариль. Именно так. Дело вот в чем. Тут надо еще один момент поставить. Вот смотрите, я говорю, первый глава царства. Медленно, я говорю, не надо нападать, ничего. Скажите, вы верите, верите? Это Библия, это канонические книги. Ну, одно дело, что в канон-то кто устроил, они еще не знают толком. И кто перевел-то, они должны быть в церкви православной благодарны. Каждый день на коленях молиться за православную церковь, что у нее такие умы были, веры, которые дали синодальный перевод. Но они некоторые сознают. Я говорю, верите, первый глава, да. А вы верите, что ковчег Божий попал в плен? Так написано. Но вы верите, что его вернули? Так написано. Так, вернули. Жители Бевстомиса были на поле. А была жатва. И они решили посмотреть, да. А вы видели ковчег? Да никто не видел. Он где-то там у них за завесой стоит. Ну, пойдемте посмотрим. Один раз все равно ее ведут. Коровы остановились. И они заглянули. Ничего нету. Может быть, там скрижали. А что они так таятся, евреи? Да не знаю. Интересно. Они не плевали. Они не хулили. Пошли. И вдруг один падает, второй, третий, пятый, десятый. Сколько же там жителей-то было. Ну, вот сейчас, допустим, привезли поезд при Святой Богородице. Люди в очереди стоят. Ну, 50 тысяч, чтобы подошло, это время надо. 50 тысяч, это много. На похорону Солженицына не было столько. А теперь что? 50 тысяч и 70 пали мертвыми. Я сегодня считаю это, трудно поверить. Даже в один день в Сталинградской битве не погибало столько. Даже на Курской дуге. 50 тысяч. А что они сделали? Заглянули. А почему Божья? И когда мы считаем, вот сегодня считали на молитве 79-78 Псалом, и он говорит, трубами трубить в новомесящее, ибо так повелел Бог. Это устав его. Устав и никто не против. Почему сегодня спорят? Они Бога не боятся. То есть не знают Бога. Он страшный правосудие. Сектанты Бога не боятся. Я люблю, я люблю. Игнатий Бричининов говорит, если не испытал страха, начни сначала. Я своими словами передаю. Это ложь. Начало мудрости, ты мудрый. Страх Господень. Венец мудрости Сераха говорит, страх Господень. Жизнь вся страх. Страх. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Он несовершенно. А у них уже совершено. На небе они все теперь. Совершайте. Многие потерпели кораблющение в вере. Многие стали враги Креста Христова. Со слезами говорю. Вот это им надо показать. А они не примут. Отойди. Отряси прах от ног своих. Хотя бы мысленно. Вот ответ. Вот. Понятный вопрос такой. Кого сегодня в наши времена, да? Ну и не только в наши. Кого можно назвать апостолами? Ну, понимаете, апостолы. Все Расула. Расул это апостол. Расул Гамзатов. Если так по именам-то взять. Но слово апостол, посланный. Ну, в самом таком смысле. Но если Господь избрал апостолов, написано во-первых апостолов, во-вторых апостолов, во-вторых пророками. То зачем под это имя не идти, когда написано 12 апостолов? Вот сейчас они. А это евангелисты. Евангелистов только 4 было. Больше их не было. 4. Почему? Ну, 5-е Евангелие можно написать там от Дворкина или от кого-то еще. Но это не будет Евангелия. 5-е Евангелие есть, говорит. Оно нашей жизнью пишется, как один выразился. Ну, это так образное выражение. Не может быть. Если названо, да, это современный апостол. Но это в том смысле, что он действительно так. Вот был такой экстраординарный профессор Санкт-Петербургской академии Семенов. И он перешел к старообрядцам белокринитской иерархии. И ему было дано имя Михаил. Его направили в Канаду. Там он не поехал. Другая история-то. Они его гнали. Они его гнобили. Он хотел как-то приблизить господствующее православие со старообрядцами. И он от переходящих не требовал, чтобы именно двумя перстами старообрядцы задолбили его за это. Он сошел с ума. Его там черносотинцы где-то избили. Ну и умер. А потом они пишут. Это апостол 20-го века. Они любить умеют только мертвых. Пушкин. Вот так. Можно назвать. Но надо понимать, что близко. Допустим, Златоуст. Златоуст – это не апостол. Вот Иннокентий табрический. Да, зовут. Про меня фильм поставили. Златоуст. Газету пишут. Звали Златоустом. Ну, какой я Златоуст. Это так, только в насмешку. Ну, вот апостолам дано была власть крестить от Господа. Вот сегодня в православной церкви, ну, у нас есть такое учение, что крестить может, ну, при отсутствии священника, крестить может любой беренин даже, так называемый, да? Видите, это получается, на него попадает власть апостола, что ли? Да нет, крестить это не апостол. Нет, нет. Надо запомнить фразу Яна Златоуста. Для того, чтобы обратить человека, чтобы стать миссионером, это их профессия, нужны тысячи талантов. Ну, какие у них таланты? Ты посмотри на него. С вами, от которой приходят священники, беседуют, вижу, рот разевает, хохочет, он ничего не знает. Он знает кадила, деньги, и дальше этого не идет. Тысячи! А чтобы крестить, не надо ни одного таланта, достаточно быть священником. Амерянин в случае нужды, когда ни одного нигде нету, и человек болен, разрешается это официально. Разрешается. А почему? Потому что оно, крещение, прообразованное было обрезанием. И обрезывались священники Ветхого Завета. А если нету? Даже женщина могла. Сепфора, Моисеева жена, она обрезала и бросила края обрезания. И говорит, ты жених крови моей. Даже женщина. А раз это по образу у нас того, значит, может у нас и женщина крестить. При условии ни одного священника нигде нету, ни одного мужчины, умеющего крестить, нету. А то, я крещеный, говорю, а как тебя крестили? Какая-то бабушка. А как? Ну, я залез в воду, она на берегу стояла. Что-то не слыхал такого. А какие она слова говорила? Так я еще знаю. Я не слышал. Ничего не было обман. Не может такого быть. Если даже не так что-то в великой беде, как Никифор пишет, может быть. Если что-то не так искажено. Василий Великий об этом говорит. С крещением надо быть очень и очень осторожным. Обливание допускается. Но только в трех моментах. Клиник. Сергей Козлов лежит. Вот его можно. Дальше. В тюрьме, где нет сосуда никакого. Но там воду-то дают пить. Разденьте, три раза облейте полностью. Третье. Ну, третье дано было. Но пришло у русских. В плену. То есть не вырвешься. У татар. В степи, где нет воды. А что-то дается. Там можно было раздеть. Водой питьевой там облить. Все. На этом закончилось. А сегодня подряд. А у нас условия какие? Купели нет. За 20 лет купель не построили. Почему купели? У баптистов, у всех были в советской власти. Ссылается на советскую власть. Я пошел к уполномоченному. Седешев Александр Петрович. Это, как правило, были люди с генеральским званием на пенсии КГБ. Я говорю, почему вы православным не разрешаете полное погружение? А кто не разрешает? Я говорю, так священники говорят. Перестаньте. Мне разницы нет. Вы хоть всех утопите. Вот так. Я баптисты. Им не разрешали. Они тайно ночью выезжали. И мы это делали. Которые у нас люди приезжали. У нас были свои священники. Ну, какие свои? То есть патриаршие. Служат тут, ну, тайные. И мы ездили куда-то отдельно. Там губа. Называется губа. То есть от обитом залив такой. И там кресили. То есть всегда можно найти где. Удивительно. Смотрел этот ролик ваш с отцом Наумом. Какую делали дорогущую эту купель. И что сотворили. Я не виню ни отца Наума. Ни в коем случае. Я вижу, что он, конечно, сам расстроился. Это не его храм. А что же это сотворили-то вообще? Я так и не понял. Кому это в голову пришло такое сделать-то? Дорогой мой. Да вы гляньте на все. Прости, что затяну немножко. Сейчас нападают на патриарха. С католиками. Да все, католичные. Еще вы дурью-то, я говорю, маетесь. Так что теперь говорить нельзя? Говорить можно. Сначала исправьте. Выбросите католичное крещение. Перестаньте бриться. На кого папа-то похож? Я говорю, в сравнении с папой-то наш патриарх-то как выглядит-то? Посмотрите. Что делается? Из Сибири на советы церквей не вышли. Это претеща церковь Антихриста. Ну выйдите оттуда. Католики вас затянули туда. Советская власть вас затолкала в 61-м году. Выйдите оттуда. Что интересно, зарубежная церковь тоже там была. Сидели там. И Антихриста не боялись. А патриархия вошла, они сразу оттуда вышли. То есть они боялись ее больше, чем коммунистов. Патриархия церковь-то. Вот и весь ответ. Я к чему говорю? То, что тут Лукавый посмеялся. Сделали купель, как у сектантов. Надо положением как в огроб крестить. Понимаете, в чем дело? Насмешка такая. Насмешка. Я говорю, если этого нельзя сделать, теперь размонтировать никак, ну сделайте посредине углубление, хотя бы 2 на 2 метра, такой огромный. Там не надо ничего монтировать. Там поднять борта и все надо. Там борта поднять. Но борта-то поднять, тогда как-то же шагать надо через борта. Лесенку. Лесенку, совершенно правильно. Но они не сделают это. Почему? А нарушения все от кого исходят? И попы, которые это делали, еще крест-то сделали с такими разворотами. На крест-то не похоже. Крест должен быть как у старобрядцев. Точно. Ну на некоторых храмах в Москве-то есть. Прямые линии должны быть. У священников какие-то цветочки. Там разные масонские знаки. Вот когда крестик делают так шире, а к концу делают, это масонский знак. Даже свастик, это обломанный крест от креста. Ой, все. Нормальный крест. Он может быть 4, 6, 8, конечно. Но прямые линии должны быть. На храмах-то накручено. У нас тут Покровский собор. И вот так вот. Линия, она поперечена в конце. Вот эта, которая поперечена. Там еще вот так вот. Я посчитал 18 концов. 18 натрия, 3 шестерки. Что вы делаете-то? Вот и все. Да, это кощунство уже. Кощунство? Я пищу. Ну, говорите мне. Я отцу на ума это сказал. Я, говорит, обязательно там скажу. Сказать-то он скажет. Сделать и не может. Он сам-то, когда обратился, в моем доме он пришел-то. Он у меня все, отец, отец-то. Я восприемник его. Так мы сколько в Москве искали? Кое-как нашли. Переделки на даче писателей. И там храм во имя митрополита Филиппа Колощева. Я первый раз видел, как там сделано. Священник не заходит. У него покрывала ширма. И он только руку покрывал. И прямо над ним. Вода прозрачная. А он такой спортивный, отец на ум-то был. Я ему сказал. Ты поглубже. Чтобы полностью-то. Он ноги обнял. Руками-то. И под воду ушел. А я не сказал сколько. Сидит. А он сидит-то под водой-то. Сидит-то минуту больше. А священник руку протянул. Молчит. А на нем сцена у меня нет ни крестика, ни пояса. Ничего нет. Совершенно голый. Наконец он вынырнул. А тут сказать мне некогда. Священник во имя сына. Он ушел опять. Зажал и сидит под водой. Я ему один раз показал. Вот мой недостаток какой. Я говорю. Ты сейчас к старообрядцам пошел. Сводили. Ты пальцы делай. Вот так вот. Вот так. Он попробовал. Так, так, так. Вот это, я говорю, небеса склоненные. А это земля. Это Бога человечества Христа. Но я даже-то не думал, что он тогда пришел. И вот так молиться стал. Три суда, два суда. И рядом старообрядцы были. И не заметили. Я говорю. Они бы тебе отдали полбу. Ты что делаешь-то? Вот так вот. Я никогда не видал. Это он послушный. Ну, ладно. У меня есть еще пару вопросов. Давай. В общем, о Евангелии. В общем, о Евангелии, как о Благой Вести. И о Вечном Евангелии. В общем, когда Мария Магдалина пришла ко Христу, я омывал ее ноги, елеем его, и я тирал волосами. Вот ее начали укорять, да. А Господь говорит, истинно говорю вам, где не будет проповеданной Евангелие сие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала. Да, это вот Матфея у нас 26-13. Дальше читаем от Марка. Значит, от Марка у нас 13-10. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. То есть, видите, тут говорит, что где не будет проповедано. То есть, подразумевает, что не везде будет проповедано. А здесь что будет проповедано? Почему такое вот так? Ну, что нигде не будет, означает не то, что оно не будет, а где бы оно ни проповедовалось. Это образ русской речи. Иные говорят такое. Ну, вот это не... Ушами слышите? И не обратятся, чтобы спастись. Не обратятся, не обратятся. То есть, они обратятся. Это оборот русской речи такой. Нам это необычно. Это означает, кто обратится, те будут спасены. И где будет проповедано? Где бы оно ни проповедовалось? Ни. Там ни-не, а ни стоит. Ни. Ни. А ни, это означает всеобщее. Везде будет проповедано. Ни, это ни-не. Ни отрицание, а ни всеобъемлющее. Это русский язык. Вот. Из этого что следует? Мы понимаем. Ну, теперь из опыта. Я вот сегодня с человеком разговаривал. Ну, и до этого были беседы. В мире-то Евангелие еще не везде проповедано. Посмотрите, в Индии люди. Ну, огромное количество людей, которые о Христе не знают. В Китае о Христе не знают. Много людей, значит, еще не везде проповедано. Вот. А как же несоответствие такое получается? Вроде идет все к концу. А Евангелие еще и не проповедано. Ну, понимаете, вот буквально, если взять так, каждому слову, приложить то, что есть, то действительно это не так. А если взять что-то гиперболическое выражение, все, слово все, то и много означает разная вещь. Но, однако, иногда оно означает одно и то же. И многие восстанут из спящих вам в опрахе. У Даниила написано 12 глава. Так многие или все? Все, конечно. А почему не все? Ну, потому что их будет много. Все, которые... То есть это не противоречие. А просто, ну, автор, это автор Дух Святой. И он ему вложил, напиши, что многие. Многие. Так точно и здесь. Везде означает каким-то образом где-то, кто-то сказал. Даже без проповедников. Вот пришел кто-то и говорит, а я ездил туда, там, в христианские церкви. А как они верят? А ну, не верят, что у них за них умер. Говорят, что это Бог был на земле. И он спас их, кровь пролил. И все. Это уже проповедь. Больше он ничего не сказал. И поэтому сегодня в мире, ну, у меня данные устаревшие. Я, может, лет 30 назад это высчитал. 2896 наций на речи. На речи, которые есть. Но встречается новое. Сегодня, может быть, и 2890, а 3000. Ну, а как перевод тогда Библии? Библия переведена на языки народов всего мира. Но не всего. Сегодня говорят большинство. Вот это более верно. А иногда только Новый Завет. А иногда только одно Евангелие. Но это тоже Слово Божие. Тоже. И сколько переведено? Ну, допустим, произведение. Самое такое много переведено. У меня данные, говорю, устаревшие. Самое много переведено от Олега Николаевича Толстой. Произведение у нас где-то на 130 языков. Кажется, 136 было. Сейчас, может, больше. И дальше? Дальше нету. Переводов нету. Корану не переводится. Веда не переводится. Ну, 2-3 и на этом все. Но, а Библия? Библия переведена. Повторяю, устаревшие у меня данные. На 2100. Это у меня данные были лет 20 назад. А 2896. То есть 700 народностей не имеют написанного Евангелия. Тут надо точность иметь. Ну, а там было проповедано? Да никто даже не знает. Вот описывать случай, да сколько он достоверный, неизвестно. Где-то там, среди Парижских островов, выбросило после кораблекрушения Робинзона Круза. Капитан. Ну, они его приветили. И потом у хостров сидят, и они начали молиться. А он атеист был. Он говорит, я никогда в это не поверю, что что-то за гробом есть. И он встал над ними смеяться. И вдруг слышит английская речь. Один встал и говорит, вы радуетесь, что мы молимся. Что мы получили, было кораблекрушение, и среди нас долго жили, пока их не нашли, англичане. Если бы они не были здесь, мы бы сегодня вас и жарили. Вкусное мясо. Хорошее, упитанное англичане-то. Как один тут приезжал, Брежнева поцеловал, сказал, а теперь знает. Он сказал, упитанный какой. То есть слопали бы. Глаза не моргнули. Вот тебе и ответ. То есть про этот остров не знают, а там Евангелие благовествуемо было. И сколько-то нету, это все равно, что все. Из этого что исходит? То есть мы должны буквально понимать, что каждое ухо услышит благую весть. Большинство. Я к чему тебя привел, Даниила. Большинство. А 2896 на речи, на языке, на этих, в мире. А больше 2100 уже переводов. Ну, считай, что большая часть переведена. А другие, может, мы не знаем, друг друга устно передают. Услышали. Они в Бипиопию побыли, а у них, говорит, христианское. Кто-то спросил. Услышали. В Китае только за последнее время больше 100 миллионов, говорит, христиан стало. Свободу дали. Больше 100 миллионов. А ясное дело, что они дома не сидят. Другим говорят. И поэтому мы не знаем. Ну, мы не знаем. Но это не значит, что нет. Илья Пророк понимал. Он один. Я один остался. Мои души ищут. 18 глава, 3 книга старств. И вдруг Бог заговорил. У меня есть еще сколько? 7 тысяч, которые не преклонили колено. А он не знает. А там Авдий. Разбил их по сотням. Их кормит в пещерах. Ну, правда, скудновато. Мы не знаем всех. Никак. Вот у меня сколько пишут люди. Я встречаю. Мне даже страшно говорить. Сколько людей я обратила за последнее время через наши ролики. Совершенно незнакомые люди. И вы для меня духовный отец. Я был у сектантов. Я руководил у них 13 лет. Теперь я в православии. Сейчас готовлю священником стать. Сам Ненецкий округ. Я там никогда не был среди Ненецкого округа. Из-за рубежа. Я тут одного не хочу называть. Он говорит, я ушел, был баптистом. На ваши пленки попали. Я, говорит, сразу вернулся. А теперь магистр и доктор богословия в патриаршей церкви. Да, Игнат Ильич, это на моих глазах все происходит. Мне эти люди пишут, мне они пишут, понимаете, что мы познакомились с Игнатием Тихоновичем. Мы поменяли вообще Виктора своего направления. То есть, живя, а не мне. То есть, ну как похвалиться, знаете. Ну, Господом похвалиться. От радости. Это Бог делает. Я вообще не знаю ничего. Я знаю только одно. Надо быть очень внимательным. Вот, к примеру, у меня есть ролики, которые я боюсь выставлять. Сам боюсь, без запрета. Почему? На днях одной девочке делали операцию. Операция сложная. Ну, она еще там года 4-5, допустим, где-то. Я говорю, я когда молюсь, вот звонят отовсюду. Мы сразу все бросаем и на молитву. Сразу за обедом стоим, не доели, сразу на молитву. Помолились. Она пишет. Крышу одна пишет. Кроем, говорит. И дочь начался. Ну, помолитесь. А пишет из центра России. Там и стали. И она потом говорит. И вдруг, говорит, над нами развеялась. И целый день стояла. Дочь идет в городе, а у нас нету. Какая ваша молитва? Да понятия не имею. Наша молитва ничего не значит. Это благодать Божия открывается через молитву. И вот я говорю, я когда молюсь о больных, то у меня ничего нет. Я просто ощущаю как бы боль. У меня такое переживание. Не знаю. И вдруг об этой девочке попросили помолиться. Я стал молиться. И у меня на молитве мысль приходит. Мысль. Я не слышал, не видел, что я должен лично с ней встретиться и помолиться. И помолиться, возложить руки ей на голову. И встать перед ней, подуть ей на глаза крестообразные, поцеловать ее глаза. Такое необычное. Я подумал, надо же, такого не слыхал. И потом сказал. А он сидит здесь же. Человека тот услышал. Ну и когда мы это сделаем? А он отец. Ничего себе. Да я просто так сказал. Не просто так. У нас операция через три дня. Я говорю, ну там жена согласна, все. Приехал вечером, я записал ролик, как это было. Но поставить я его не могу. Это знаешь, какое будет обольщенный там псевдо. Что будет? А сейчас сообщает. Операция сделана и сделана очень успешно. А теперь ты себя за кого выдаешь? Не за кого. Я со слезами это все говорю и делаю. Это Бог делает Бог. Я, знаете, как вот у меня недавно, ну как, не знаю, насколько недавно вот Господь открыл так. Ну вы сами знаете, что я вас постоянно укорял там в тщеславии во всем, вот в этих вещах. Ну я немного изменил свой взгляд, но благодаря, знаете, кому, кстати, Евгению Потемину. То есть он мне открыл ваше истинное служение. То есть я сейчас осознал как бы в полноте. Вот, ну еще раз хочу попросить прощения вот за мое. Ничего не имею, прощаю, и как будто ничего не было. Я был не прав. Прости меня, брат, если соблазн подал какой. Я не хотел этого. У меня ничего не скрывается. Если я сделал, сделала неумышленно это. Если я рассказываю, вот сказала девушке, а вы хвалитесь с собой. Да как тогда Павлу говорит? Павел говорит, продлил слово до утра. Что он говорил? Он говорил о том, что Бог сотворил нашими руками. Это Бог делает. Причем тут я, если ему это угодно. Вот я утром встаю только, уже накидали мне помолиться за кого. Одна из больницы не вылазит, девочка. Молимся. Ну как, я говорю, я не прошу ничего, только воли Божьей. Ну почему вы так? Вот, ну, зависть. Понимаете, это все по зависти, что говорят. Я их понимаю. Вот сейчас я говорю, миссионеры это самые обманчивые люди, обманщики. Почему? Потому что можно создать отдел по строительству, можно отдел по социальному обеспечению людей, но миссионерских отделов не было и не будет. Надо, чтобы человек сам был верующим глубоко. И дальше в один духом Божиим, и только по двое, никаких отделов быть не может. Сатана все делает. Он имитирует под ангела света. И поэтому они такие жестокие нападают. Вот вчера я выставил ролик, за вчерашний ответ. Ко мне заходил один Александр Ветров. Парнишка там, 23 года. Не парнишка, уже муж. Санкт-Петербурга. Беседовали нормально. Действительно. Я не знаю. И говорит, я хочу с вами побеседовать. Я сказал, через две недели. Но осталось три дня. Я говорю, три дня, а еще не прошли. Я занят очень. Он как сорвался. И сразу у меня лжец вы. Такие беседы. Бесед пять уже стоит в интернете. Ну, хорошие. Но я видел, что клонят все время там к разным группам. Оказывается, с миссионерского отдела. И он мгновенно меня понес. Вы и сектантом, и у вас это сектантское, и то другое. Что это? Который вот с длинными волосами парит? Да. Я вчера выставил ее ролик. Про это говорю. А вчера наша последняя беседа, она выставлена. А что делать? Уже она стоит, где он вас сектантом называет? Позавчера полный разлад. За то, что я сказал заходить ко мне через две недели. Уже пять бесед было. Хорошие беседы. И он внизу спрашивает. Я говорю, я сказал, через две недели. У нас тут запись идет. Ну, осталось уже три дня. Я пишу, три дня еще не прошли. Пожалуйста. Вы что? Где мой ролик, с которым... Его ролик, что мы беседовали. Это другие не хотят ставить? А этот... Я говорю, очередь не подошла. У меня больше месяца. Ну, у меня сейчас запасные, больше ста роликов стоит. Ну, не могу я поставить. Вы лжец. На меня сразу. Я лжец. А он на 53 года моложе меня. Такое хамье, это уже миссионерский отдел только делает. А мы сегодня, мы сегодня только с Александром в обед разговаривали, как по-хамски ведет себя этот, он с вами-то, ну, как ровесника с ровесником. Да. Так называемый стареона, пантея, они на меня вышли когда-то, как они... Одинаковое поведение, один к одному. И те же слова, вот сейчас ко мне один заходит, хорошие беседы были подписывать русский. Такой-то русский, там, Александр или Михаил русский. Я только сказал маленько, вы напрасно вот это говорите. Это надо Бога искать. Как он мой? Вы лжец. У них одинаково. Значит, первое дело, я лжец и прочее. Я вижу, не так себя веду. Да какие же это миссионеры? Я говорю, миссионер – это мягкость, это целомудрие, это стыдливость, это молитва, это подвижнический образ. А тебе не одежда твоя ничего не значит. Тебя видеть не будут поэтому. Тебя будут искать. Искать. Геннадий Ильич, мы сегодня только говорили, знаете, им даже возможно и простить этому поколению. Это поколение 90-х годов. Этим молодым людям у них отбили уважение к старости. Понимаете, уважение. То есть их отучили называть по отчеству, их отучили выступать в местах в общественном транспорте. Это, понимаете, какое-то поколение вот таких ущербных людей. От них отняли совесть. Это, возможно, даже не их вина. Меня ни один мусульманин не обзывал, только один хулиган залез, все изгадил, взломал у меня. Из-за чего? Я сказал, что Даниил Сысоев, этот священномущенник, он, ты, свинья русская, за эту свинью заступаешься, а сам как свинья залез и носом перековырял. А я Самире-то сказал, а она по-своему там, по-арабски или как, как она ему дала пару-то, он мгновенно положил ключ, и мой этот код не изменил и ушел, больше не появился. А она его отговорила, как говорится, отбрила. А коммунисты все, было такое, что когда суд шел, один вышел, первый секретарь КПРФ Железнодорожного района, а суд идет у меня с газеты МК на Алтае, когда клеветали. А они пошли там в свидетели, меня задавить с лагерем-то. Вот вышел вот так вот руками, только придем к власти, конец вашей потеряевки. Я говорю, для этого вы к власти придете. А когда я сказал там про Ленина, что это убийца, вампир и тиран, он вышел вот так, размахнулся, как дал бы так. А сидим прямо около двери, откуда вышли из зала суда. Это коммунисты, секретарь. Ну что сказать. Мне самое интересное, я уже рассказывал, когда судья-то допрашивают, «Скажите, Бобров, Бобров, Геннадий Александрович, а как вы с Лапкиным познакомились? Ваша честь, я никогда его не знал. Но вот был Конгресс интеллигенции российский, тут даже был лауреат Нобелевской премии Жарез Алферов, и выходят, говорят, и вдруг дают слово вот этому человеку, ваша честь. И вдруг выходят в валенках с галошами в каком-то задрипанном пиджачке, а я подумал, а это-то для чего здесь? Ваша честь, ну вот он заговорил, и я прошептал, златоуст. Он забыл, что он враг мой. Забыл. А тут самый главный писатель был Марк Иосифович Юдалевич, чистопородный еврей, 93 года умер. Его мне подцепили свидетели, и когда мы сидели, я ему стал говорить. Ну его как убедить-то? Я ему взял одно свое стихотворение, прочитал, а он отшатнулся аж. Это ваше стихотворение. А у него, кажется, 64 брошюрки уже, книжечки, да у меня ни одного такого нет. Я говорю, а вы против меня выступаете. Вот старый дурак, куда я залез-то, говорит. А я потом на дом к нему ходил, и... Ну люди по неведению все. Но его спрашивали, можно ли так выступает отрицательный герой в пищате, назвать фамилии, имя, место, где живет. Это нельзя. Это собирательный образ может быть. Но тут прямо против. Да не годится никак. Но в этот образ назвал меня, туда налепил все, что хотел. Коммунист один, Морозов. И шел в суд. Ну еще. Ну вот такие люди. Зависть. Интересно, когда говорил это, я не раз уж повторял. Стефана побивали, и он говорит, и братья продали Иосифа по зависти. Давайте воскресим их всех. Скажите, вы завидовали? Да вы что, с ума сошли. Пилат говорит, и предали Христа по зависти. Если бы знали это, фарисеи-то там, первосвященники, они бы хохотали до утра, за кому завидовать-то. Но он знал, а они не знали. Это такой грех. Вот представьте, я не учусь нигде. У меня никакой власти нет. Это образования никакого нет. Я люблю Бога. И они мне завидуют? Ну конечно. И что, поносят меня? Потому что у них ничего этого нет. Людей притягивает страдание и искренность. Я хочу еще последний вопрос задать. Я не знаю, будьте вы на него, захотите, не захотите. Есть ли вообще толкование этому или нет? Вот опять же, о Евангелии, уже о Вечном Евангелии, на Откровении 14.6. И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благорестовать живущим на земле и всякому племени, и всякому колену, и всякому языку и народу. У нас есть сейчас Евангелие, благая весть, Евангелие Царствия Небесного. А что Вечное Евангелие представляет собой? Тут, чтобы объяснить это, нужно посмотреть в Ветхом Завете, потому что там прообраз тень будущих благ. И там говорится, вечная суббота. Да как вечная? Да то, что она указывала на воскресенье. А воскресенье мы воскреснем, она в вечности идет. Так и здесь. Евангелие говорило о Христе. Когда говорится, что Евангелие благая весть. И когда, говорит, пришел в Царствие, Царствие это Христос. Царство Божие не пища, питье и дальше. Это Христос внутрь нас, Ян Заветаус толкует. Где, говорится, явится Царствие Его. Это в Тимофею он пишет, апостол Павел-то. И в Царствие пришествия Его. Это явление Царя Славы. И так как Евангелие благая весть о Христе, о Христе в любви явленное, что Он умер за нас. И мы утрим Его как есть, и будет плоть наша подобна Его плоти. То есть это означает, Евангелие временное, которое сегодня к Нему приведет. Что такое осуществление ожидаемого, уверенности невидимого. И любовь. Все пристанет надежной. А зачем надеяться, когда получил? И вера мне не надо верить, я вижу. А любовь всегда. То есть Евангелие на третьей ступени, на возвышенной, останется навсегда. Любовь это Христос. Вот допустим, что можем сказать о Христе? Вот человек не знает. Но я скажу Христос, это второе лицо Троицы. Это как-то не трогай. Второе, третье, я не верю. А еще что можете сказать? Кратко только. Ну, Христос, послушный Отцу Небесному, и сказал, вот я иду, Ты приготовил мне тело. Тоже как-то непонятно где-то. Но Он умер за меня. Нет больше той любви, как то душу положит. Вечности будут день и ночь. Когда поют ангелы и архангелы, свят, свят, свят Господь Савовов, исполнивший небо и землю славы своей, то какая будет Его слава? И Он говорит, 17 глава, Евангелие Теана, 1 стих, прославь на Него счастья славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Какая слава? Какая? Слава будет та. Вот попутно еще, маленький, можете уже слышали, я рассказывал. Я проповедовал везде, даже в соборе Василия Блаженного в годы советской власти. На территории Кремля, в храме, который там стоит, внутри Кремля. И в Тетиковской галерее, в Исаакиевском соборе. И вот, а в Исаакиевском соборе там группами идут, и гиды разъясняют им, они по стенам идут. Ну, я подошел, когда обошли нас, скажем, сейчас 6, я никогда не ездил. И вот подошли, и там написано, поднимите ворта вверх, и вашего идет царь славы. Там, над центральным ходом. А люди спрашивают, что это такое? Ну, это, говорит, на Пасху священник так красочно одетый, и он как заходит, ризы блестят. Это, гид, молодая. Я говорю, это не так. А как? Я говорю, вот как. Он царь славы. И он выполнил порученное от Отца Небесного. Его слава, прославь меня славой, который имел прежде бытия мира. И слава его столь велика, что вот он входит, ну, образно, образно, что она выше перекладины верхней. А Христос ни перед кем не кланяется. Он говорит, тогда поднимите вверх. Поднимите врата вверхи ваши, и войдет царь славы. Она говорит, тогда вы рассказываете, мне отдает. И я начал тогда говорить, представьте, сама, я ее не убеждаю. Вот это миссионерская работа. Я теперь начал говорить. Другая группа подходит, третья, четвертая, я не знаю, ну, не больше полчаса. Полностью весь Исаакиевский собор, как селедка набита. А там билеты-то продают, а зайти не могут. И никогда такого, говорит, не было. А что это такое? Не знаю, говорит, мы не можем продвинуться. А там на выходе-то никого нету, все стоят здесь. И когда они поняли, как-то передали, и это, которая дала мне эту власть-то, и говорит, вы выйдете к выходу, чтобы народ-то вышел. Они говорят, билеты продают, а зайти никто не может. Какие моменты, я говорю, вы выпускаете? Мне приходилось быть со священниками, перед которым народ стоит, и народ спит. Но только три предложения сказал им, они сразу все подняли глаза. Вы сумеете поднять им глаза к небу? Вот я был в Петергофе. Там тоже, ну, эти гиды ходят-то. Ну, я гляжу, какие-то там артефакты называют, там, где находят. Стал говорить, а это, я говорю, не так, это вот так. Интересно, парень тоже мне отдал. Это же было в Третьяковке галереи. Там зал один был, тупиковый такой. Ну, обычно идешь с одного в другой, а тут тупиковый, иконный зал. Ну, и со мной идут люди наши-то. А я объясняю, а говорю громко, вот эта икона вверху, голубая линия, это означает небо. Ну, в иконописи там условное многое-то. Вторые, третьи подошли, комната полностью забита была, минут через десять, наверное. И кто-то сказал. Служители прибежали, что там делается? Кто там? Да стукните его по голове этого. Кто он там говорит-то? Милицию призвали, милиция не может зайти. Наконец милиция пробилась. Пробилась там, растолкали. Вы что тут пропагандой занимаетесь? Никакой пропаганды. Вот наши люди, они спросили, я объясняю. Брать не за что. Два милиционера около меня встали, охраны. Я не просил, Бог дал. Я теперь иду по иконному залу, и они со мной рядом идут. Рядом. И когда я вышел, я говорю, теперь увяжутся за нами, соглядатые, когда уже из Третьяковки-то. За нами один идет. А я к Василию Блаженову. И там внутри, на всех этажах проповедовал. Где он тут? Где гоняются? Интересно. В метро зашел. Поехали. И, наконец, только вниз спустились. И она там пущает. Вот он здесь. В метро, в Москве. Заблокировали все входы. Искали. Ну и сразу у меня, конечно, в каталажку. Но до того интересно. Интересно со Христом жить. Эти, которые нападают, у них ничего этого нет. Но, главное, милиция, все, до одного, которые были, ни одного не было, чтобы он враждебно меня проводил. Ни одного. Ни разу нигде не было. Вот я на вокзале. Среди перрона проповедую, говорю. И кто-то подошел. Вас не видно. Подкатили тележку эту, где посылки-то привозят. Я на нее залез, на тележку-то, из трибуны. Ну, как это, Ленин с броневика со своего-то. За милицией побежали. Милиционер подошел. Так, гражданин, вы что здесь? Я обернулся. О, это вы. Так, извините, пожалуйста. И пошел. А я у них веду занятия в линейном отделе во всех отделах милиции. Но эти-то, которые нападают, у них ничего этого не было. Это жизнь в радости. Вот у меня, который есть здесь, москвич Михаил Гордеев, он знает, как я проповедовал колокол царь, где в Москве. Там пушка, ядро. Ну, не найти места, где бы не проповедовал. В здании КГБ. Они меня допрашивают, а я им свидетельствую о Христе. И который допрашивал, по-христиански умер, полковник. Он с вами ходил тогда, да? Ну, конечно. Он всегда ходил. А я боюсь потерять, руку в карман засуну, чтобы не отстать. В трамвае, не говорю там трамвае, в метро, где бы только они были, нет того места. И вот у нас однажды была такая встреча, назначалась баптистской молодежью. Ну, я просто скажу. И они, баптисты, какие они осторожные были, отделенные, так называемый, совет церквей-то. И они решили встречу устроить не где-то, а на Лубянке. На площади на этой-то. Чтобы проверить, за нами следят или нет. Это мы знаем как. Но только теперь от нас не отставайте. Ну, ладно. Я один, и со мной еще человек. Так, следят очень крепко. Так, мы сейчас идем потихоньку. И вот во двор только заходим, и сразу бежим через двор. А там машина наша стоит. И сразу в машину садимся. Перебежать на другую сторону улицы. И оторвались от них. Как они работали профессионально. Притом, не один раз так было. Ну, и когда собрались, я там знаю, там, кажется, Абрашкин был. Такие видные их деятели. И вот он поцеловался, братья и сестры. Вот, Игнатий, вы его знаете, я вам уже говорил. Это православный. Но проповедует от смерти в жизни. И вот я его поцеловал. А вы знаете, от него хлебом пахнет. А с нашими здоровьешься, ка целуешься, говном пахнет. Я говорю, ну, ты и сказал. Саш, ты что так? Мясо иди. Мясо дает такой запах. Такие случаи в моей жизни были. Все рассказывать, ты только будешь, что плакать и смеяться. А которые нападают, еще нет. Они не знают, что я каждый день перед Богом, за них, ходатайствую. Господи, страшный судный день, не поменим этого безумия. Они не знают, что творят. Поэтому я-то для них неуязвимый совершенно. Игнатий, я вот еще хочу, опять же, по откровению, вот у меня, знаете, как у меня вот этому месту почему-то лежит так сердце, мне хочется узнать, вот написано, увидел я другого ангела, летящего посреди неба. Вот почему-то, почему он посреди неба летел-то? Вот, знаете, знаете, как я понимаю, ну, мне как открылось, да, который, вот, имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и всякому колену, и всякому языку, и народу. Видите, тут перечисляются, ну, все, 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 что только возможно. Вы знаете, как это для меня Господь открыл, что это интернет, что через интернет будет идти именно вот эта проповедь евангельская, последний призыв Божий покаяться к покаянию. Возможно, что это будет через интернет? У Рогозина Павла Иосифовича баптист, как раз об этом говорит, тогда было радио и телевидение, но тут не трудно перекинуть и на интернет, конечно, это так, но интересно, что католики сразу же нашли, кто будет патронировать, Исидор. Он где-то писал что-то, посылал письма. Самое-то глупое, даже безумное, это православные делают. Вот патриарх Алексей Второй с министром обороны Грачевым думает, как спасти ракеты. Самое страшное для американцев ракета сатана. И они решили поставить, которая будет охранять их, Варвара Великомученица, римская девушка, будет охранять. А почему? Потому что ее гора сокрыла, когда она убегала от отца, от своего, которого там, и Диодор, или кто у нее был-то, Диаскор. А ракета-то тоже под землей. Ну, по сходству. А католики Исидора нашли, который патронирует и наш интернет. А я за интернет-то молюсь каждый день. Тим Бернерсли, и он живой, и мы за него молимся. Интернет будет до последних времен его обязательно будут в любой войне сохранять, потому что это единственное средство связи, спутниковая связь, и через него будет вещать как раз Антихрист, и через него чудеса всему миру показывать. Это все так и есть. Так что полностью согласен. Венотеевич, все, мне пора уже спать, пора. Так, мы сегодня думаем начать, наверное, не успеем вот эти вопросы и ответы озвучивать. Это очень большой материал, очень. Мои вопросы ко мне, ко мне ответы, которые в воинских частях задавали, милиции, они выражены в книгах моих везде. И теперь начнем озвучивать. Ну, помните об этом, чтобы как-то я выдержал. Глаза не смотрят, зубов нету, шепелявлю, прямо, ну, никакой. Да ничего не шепелявлю, там нормально говорить. Не знаю. Не знаю. Ну, все, все, с Богом. С Богом. Спасите Господь, матушке поклон. Спасибо, Господь. Спасибо, Христос. Удивительное дело. Вот видишь, Господь как свел.